здравствуйте друзья хотел поговорить с вами вот на какую тему federal reserve bank вообще надо сказать что это организация которая занимается не только тем что мы все знаем а еще на всякими анализами занимается финансовыми аналитикой в частности вот federal reserve bank то ли вчера то ли сегодня опубликовал очень тревожный репорт о том что сокращается enrollment сокращается запись в студентов в американские университеты как бы абитуриентов становится меньше в этом есть известно известная демографическая как бы кривизна то там baby boomer и потом там их дети и так далее то есть там действительно вот сейчас такое происходит что молодежи как бы меньше чем допустим было baby boomer но почему они тревогу бьют они говорят что если страна не будет получать большого количества людей с высшим образованием то как же она будет и стараться оставаться конкурентоспособны где же наши инновации и так далее они еще там тоже говорят что дело ведь не только в количестве а также еще и в качестве того образования с которым эти люди приходят это тоже как бы отдельная тревожащая такая значит линия но в данном случае вопрос был как конкретно о количестве что я хочу сказать что я в этом увидел некоторую такую некоторую проекцию на вопросы иммиграции на вопросы рабочей иммиграции трудовой профессиональной и так далее то есть если мы говорим о том что сейчас пик был в пик был в девятом что ли году я боюсь а в восьмом девятом году был пик а сейчас вот оно значит там вниз упал и и если образуется недобор как бы абитуриентов то соответственно через допустим там четыре пять шесть лет мы будем иметь дело с недовыпуском выпускников вы еще не забывайте что кроме того что они там записались они еще далеко не все закончат вот и это говорит о том что создаются объективные предпосылки для того чтобы компенсировать недостаток людей с высшим образованием в соединенных штатах которые спит местного производства теми кто из-за рубежа приедет то есть мы не знаем реализуется ли это в какие-то практические программы иммиграции дополнительные специальные для помоложе для постарше там я не знаю то есть можно сказать конечно что нынешняя вот программа там с визами h1b в принципе как бы для этого она создана там квота очень маленькая поэтому я думаю что может быть они должны с одной стороны привлекать просто иностранцев с другой стороны создавать какие-то исключительные льготы для тех кто закончил американские университеты я помню когда обсуждалась три года назад реформа иммиграционная там было такое положение что тем кто закончил университет в сша я только не помню там достаточно было бакалавра или нужно было на мастера учиться выдавать им грин карту при наличии job offer понимаете как интересно человек закончил университет есть кто-то кто хочет его взять на работу бах тебе грин карта и это было три года назад когда никаких проблем с там пополнением так сказать вот этого запаса людей с высшим образованием таких проблем не было а сейчас есть и ну смотрите как есть есть проекция на будущее и понятно что если на входе там давление ниже на что и на выходе что должно произойти поэтому такой вот интересный факт я я знаете как вспоминаю меня мама когда во время войны она в барнауле училась в институте у них был студенческий джаз и там ну какие там парни были знать как вот с войны там или пара пораненые или белобилетники в общем такой был джаз и там у них был один одессит скрипач в джазе и он с маминых слов все что он играл вот разные композиции и как-то смахивала немножко на раскинулась море широко вот поэтому я тоже там когда исполняю какое-то произведение но стал смотрю там на эти цифры на эти цифры на те цифры я думаю а вот с точки зрения иммиграции как бы да вот что там получится но во всяком случае как бы у нас такая мелодия она присутствует во всех произведениях которые я идут для вас исполняю да ну что же дай бог чтобы это создало какие-то дополнительные возможности для людей которые хотят и могут работать вот счастливо